Ребят, всем привет! В сегодняшнем видео мы с вами поговорим про аналоги люкса. Это та бюджетная косметика, которая является, собственно, аналогом люксовой косметики. И если вы уже влюбились в какую-то люксовую, вот такую вот красивую штучку, и очень хотите ее купить, или, знаете, давно о ней мечтаете, но копите денежки, не спешите их тратить, потому что, возможно, в сегодняшнем видео я вам расскажу про тот бюджетный аналог, который будет намного выгоднее приобрести и получить, ну, практически тот же самый результат, а иногда, иногда даже и результат получше. Так что давайте начнем. Первый аналог это Анастасия Беверли-Хиллс и ее знаменитая помада для бровей. В принципе, я частично уже касалась этой темы в одном из своих видео. Я думаю, что все знают, кто вообще следит за бьюти-рынком про вот эту вот чудесную помаду. Это помада, которая великолепно прокрашивает брови. Ей очень легко пользоваться. Ей вы можете нарисовать как отдельные волоски, так и полностью заполнить брови. Плюс она еще фиксирует. У нее очень удобная такая текстура, которая, знаете, достаточно пластичная. Ну, вообще, просто чудесное средство, супер бестселлер последних, наверное, ну, не знаю, лет пяти вообще на бьюти-рынке. Недавно бренд Анастасия Беверли-Хиллс пришел к нам в Россию, и сейчас его можно купить в магазине Сифора и в Альдеботе где-то примерно за 1900 рублей. Вот эта вот штучка стоит. У меня это оттенок taupe, и у этой вещи есть просто замечательный аналог намного дешевле. Это помадка от Maybelline, которая называется Tattoo Brow. И я думаю, что, в принципе, кто ее увидит и увидит, сколько она стоит, тот решит, что все-таки выгоднее вот это вот приобрести, потому что стоит она всего 500-400 рублей. Ну, цены я буду называть примерные, потому что, понятно, они от магазина к магазину различаются, так и различаются по странам. Ну, в общем, вы поняли, намного дешевле, где-то примерно в 4 раза дешевле, и она просто великолепна. Мне она больше нравится тем, что у нее, как мне кажется, более интересный и более красивый такой насыщенный оттенок, который, в отличие, например, от Анастасии, не уходит ни в какой такой зеленоватый. Ну, топовый цвет, он вообще подходит как блондинкам, так, в принципе, и брюнеткам. Это такой, знаете, универсальный очень оттенок, который практически всем идет. Вот практически всем идет, может, за исключением тех, у кого очень теплый оттенок своих натуральных бровей, типа там рыжие брови или какие-то светло-каштановые. Великолепная вещь, очень вам советую, они вот практически идентичны, просто цвет здесь даже лучше, и текстура немножко более пластичная, ну, потому что это вот такой новый запуск. Советую вам купить именно эту и не тратить деньги на вот эту. Ну, если вы только большой фанат Анастасии, тогда, может быть, в этом есть смысл. Идем дальше. Консилеры. Знаменитый уже теперь консилер от Fenty Beauty. Вот такой вот, вот такой вот замечательный консилер. Знаменит он тем, что он очень плотный. В принципе, он был выпущен как подобие консилера Shape Tape от марки Tarte. Вот этот вот консилер стоит 26 долларов, это примерно 1700 рублей. Вы его можете купить либо за рубежом, к сожалению, у нас сейчас Fenty Beauty не представлено в России. Ну, может быть, уже скоро к нам привезут, я не знаю. Но, тем не менее, стоит 26 долларов, можете заказать в интернете, в каких-то американских интернет-магазинах. Плотный, отличный консилер, перекрывает все недостатки. Вообще, просто, вообще, пятерка ему. Но, тем не менее, сейчас есть аналоги. Например, это консилер от Revolution. Makeup Revolution, бренд, который делает очень похожие вещи. И который зачастую по качеству, ну, ничем не уступает люксовым всяким косметическим средствам. Это консилер, который тоже очень-очень плотный. Он может не понравиться только тем, у кого кожа сухая, кто, ну, не любит такое ощущение прям плотного такого покрытия на лице. Но тем, у кого возникают какие-то очень серьезные синяки потемнения под глазами или какие-то прыщики, вот это вот просто супер. Вообще, его называют полным аналогом Shape Tape от Tarte. Сразу предупреждаю, что эти консилеры, это тот тип консилеров, который довольно сильно заметно, например, под глазами. Особенно, если у вас есть морщинки. Просто за счет очень плотной текстуры, ну, как бы он такой вот заметный на лице, но при этом он полностью перекрывает недостатки. Великолепный консилер, который обожают очень многие. Стоит тоже где-то 400-500 рублей, что значительно дешевле. И сейчас уже вышел еще один такой вариант плотного консилера. Это Unfaible от L'Oréal Paris, который сейчас продается у нас. Ну, практически везде его можно найти. Стоит он по-разному. Тоже минимальная цена, которую я видела, это вообще была 360 рублей где-то на распродаже на Озоне. Но, в принципе, так в среднем он стоит рублей 600. Отличная вещь, просто отличная. Тоже очень плотная. Ну, вот как бы плюс этих плотных консилеров в том, что они все перекроют. Минус это то, что их немножко может быть видно на каких-то таких сухих местах и местах с морщинками. Ну, мне кажется, что вот это, вот это явно лучше, чем тратить 1700 рублей или, по-моему, 1600 рублей на консилер от Tarte. А следующее, что хотела вам показать, это мечта вообще многих людей и моя в свое время. Это вот такие вот пудры от бренда Our Glass. Это бренд, который в свое время произвел просто революцию своего рода и выпустил пудры, рассеивающий свет. Ну, конечно, на самом деле они были далеко не первыми, кто придумал такую тему. Но они вот как-то это возвели в такой культ, и их пудры действительно многие хвалят, действительно многие любят. Это очередной бестселлер американского бьюти рынка. У меня здесь целая палетка. Здесь не только пудры. Пудры это только вот этот оттенок и вот этот. Вот это это хайлайтер, ну и тут румяна и бронзер. Но, в принципе, они продаются также по однушке. То есть вот такая вот, например, или вот такая пудра, она предназначена именно для того, чтобы закреплять макияж. И как бы даже больше не то, чтобы его закреплять, а полировать его на лице, чтобы ваша кожа имела такой вид, как будто, знаете, вот вы ее наполировали чем-то. Вот она такая вся блестящая, сияющая, красивая, и на ней не видно никаких недостатков, потому что за это отвечают мелкие светоотражающие частички. Когда свет падает на вашу кожу, они его отражают, и такое впечатление, что у вас кожа немножко в таком блере каком-то находится. Но вот такая вот однушка, она стоит 3100 рублей. Я уже даже боюсь вспомнить, сколько стоит вот эта вся палетка. Она, по-моему, стоила долларов, наверное, 80. То есть она была очень дорогая. Вы можете заменить подобные пудры при помощи Vettentwald, которая стоит 250 рублей. В среднем продается в подружке, в интернет-магазинах. Ну, в общем, везде, где представлен этот бренд, это базовая линейка, везде она есть. Действует точно так же. Вот вообще я не вижу разницы в этих пудрах. Я ее очень люблю, но советую вам ее набирать не спонжиком, потому что она для этого не предназначена. Нужно ее набирать кисточкой. И всегда, когда вы набираете вообще какую-то косметику кисточками, вообще пользуетесь кистями для макияжа, обязательно помните, что их нужно держать в чистоте. И еще один вариант, это, господи, это бренд Revolution Pro. У Makeup Revolution, вот этого вот большой такой компании, есть Makeup Revolution, I Love Makeup, I Heart Makeup, Revolution Pro, несколько разных таких подбрендов. Это не пудра, это хайлайтер, но он настолько слабенький, он настолько, знаете, нейтральный, что его можно использовать как пудру. И это, в принципе, эквивалентно пудре от Hourglass. Стоит, кстати, примерно он 500 рублей, ну тоже в зависимости от магазина. Следующая парочка удивит многих, и это MAC Studio Fix Fluid. Это тональное средство, которое просто супер знаменито, как в среде визажистов и вообще людей, которые имеют отношение, знаете, к какому-то коммерческому макияжу. Это тональное средство, которое лично я очень люблю. Я его часто использую именно для съемок, его можно применять в жизни, но я его использую именно для съемок, потому что он очень хорошо перекрывает какие-то недостатки на коже, ну и в принципе им удобно пользоваться. И у него есть двойник, двойник это вот это тональное средство от Wet n Wild. Если вы сравните их по текстуре, вы увидите, что они практически идентичны с маковским средством. И вот этот фотофокус, он стоит где-то 500 рублей, тогда как MAC стоит, сколько он там стоит? MAC стоит 2500 рублей, это по-моему сейчас минимальная его цена. И вот это средство от Wet n Wild Photo Focus, он был разработан для того, чтобы не давать вспышки во время фотосъемок. То есть, когда вы себя там фотографируете со вспышкой, если вдруг вам пришло это в голову, или если вас кто-то фотографирует, то этой вспышки у вас потом на лице не видно, нет никаких там белых пятен, вот этого отражения, блеска лица, ничего этого нет. Это замечательная тональная основа, которая дает покрытие среднее. Вы, в принципе, можете его поплотнее так нанести, будет больше покрытия, но оно все равно как бы не плотное, нельзя его назвать плотным. Она легкая, она приятная, может быть, где-то немножко она может подчеркивать морщинки, в них западать, ну, в принципе, как и оригинальный MAC. Так, еще про тональные основы, которые являются аналогичными, хочу вам рассказать про корейскую марку Etude House, которую, ну, в принципе, все, наверное, знают, кто смотрит мой канал. У них есть тональная основа, которая называется Double Lasting. Это самая фиксирующаяся матовая тональная основа, и она очень хороша в Корее, это супер бестселлер. Кстати, она еще выпускается в формате сияющей основы, то есть это матовый вариант, есть еще сияющий вариант, и это полный аналог знаменитой основы Double V от Estee Lauder. То есть, видите, Double Lasting, она поэтому так и называется, потому что это, в принципе, как бы, ну, такой реверанс в сторону оригинала. Они очень похожи, они самофиксирующиеся, у них очень хорошее плотное покрытие, которое скрывает все недостатки. Единственный вариант, единственный, точнее, минус, это то, что их немножко может быть видно на лице, если вы, ну, недостаточно, как бы, их растушуете. Где-то они могут лечь так прям плотненько, у вас слишком плотненько, я вам советую их наносить влажным спонжем, обе эти тональные основы, и тогда все у вас будет хорошо и замечательно на лице. Но они действительно очень-очень похожи, при том, что Double V стоит примерно 3500 рублей, а вот эта тональная основа Double Lasting стоит от 1200 до 1600 рублей в разных интернет-магазинах. Еще один бюджетный аналог люксового средства, он не совсем бюджетный, но я хочу все равно о нем упомянуть. Это бренд Benefit, который в свое время, наверное, где-то год назад, они выпустили вот эту тональную основу, которая называется Hello Happy. Ох, тональная основа, которая, ну, в принципе, она всем хороша, у нее есть там свои мелкие какие-то недостатки, может быть, где-то она недостаточно стойкая, у нее такая легкая-легкая текстура, она прям как водичка, и это аналог Vita Lumiere Aqua от Chanel. Это у меня версия Любеж, которая была, ну, такая выпущенная, это летняя, по-моему, была какая-то лимитка, в принципе, это та же самая версия, просто она вот в такой вот лимитированной коллекции. Они очень похожи между собой, это классическая тональная основа от Chanel, очень легкая, она подсвечивающая кожу, она с такими мелкими-мелкими сияющими частичками, и они вот прям, вот прям вообще как сестрички, рождены как будто одной матерью, очень-очень похожи. Но разница в том, что вот это стоит 2500 рублей, вот это минимально стоит 3500 рублей. Понятно, что тут как бы она не такая огромная, нельзя сказать, что это прям бюджетный-бюджетный аналог, но все равно, если вдруг вы думали, на что похожа тональная основа от Benefit Hello Happy, вот я вам рассказала, на что же в результате она похожа. Мои любимые румяна, это румяна одуванчик от Benefit, я ими пользуюсь с огромным удовольствием, причем у меня есть вот такая вот миниатюрка этих румян, оригинальная упаковка чуть-чуть побольше, и также у меня есть вот такая вот большая палетка румян от Benefit, это лимитка, по-моему, прошлогодняя. И здесь тоже есть эти румяна, вот уже в таком большом формате. Очень их люблю, я считаю, что это самые красивые вообще румяна из всех, которые мне встречались, ну, наверное, за всю мою жизнь. Они, даже их Benefit на самом деле позиционируют не как румяна, они их позиционируют как пудру для лица, типа розовая пудра для лица, чтобы как бы сделать ваше лицо, ну, таким сияющим, свежим. Но для меня это именно румяна, потому что если вы их наносите достаточно интенсивно, они у меня сейчас, кстати, на щеках, тогда они выглядят как румяна. Очень нежный, очень естественный румянец. Такой же здесь аналог, вот такая вот полноразмерная версия, вот эта малютка, полноразмерная, стоит 2500 рублей. Ох-ох-ох, не так уж и дешево, согласитесь, это уже заставляет задуматься о целесообразности такой покупки. Но есть решение, есть решение! За 250 рублей румяна мозаика от Essence. Я думаю, что многих может удивить это заявление, но по цвету, по тому, как они выглядят, потому что в них есть такие крошечные совсем блесточки, их очень мало, но они все-таки там присутствуют. И, в принципе, даже их можно не разглядеть с первого раза. Они очень похожи по цвету, по тому, как распределяются вообще по всему. Может быть, чуть-чуть румяна мозаика, они, ну, немножечко более такие коралловые, вот прям совсем-совсем немножко. Видите, даже бенефит немножко хуже переносится, но это именно потому, что бенефит позиционируется прежде всего как пудра. И вот как они вместе выглядят на руке, в принципе, вы их можете даже вот так вот стушевать, и не будет заметно уже где какие румяна. Спонжи для макияжа. Бьюти-блендер. Как вам бьюти-блендер за 1800 рублей? Можно, конечно, по-разному его найти в разных магазинах, где-то он стоит 1500 рублей, но сейчас я видела, что уже в основном 1800 рублей. Вот одна несчастная губка, вот такая вот губка для лица спонжик стоит 1800 рублей. Учитывая, что их все-таки приходится менять через какое-то время, они и рвутся, и, в принципе, в целях гигиены их надо менять, это немножко затратно. Но есть вот такой вот спонжик от Шик, и сколько я пробовала в своей жизни разных вот этих спонжиков, типа аналогов бьюти-блендера, они все ему уступали. Потому что вот этот спонжик просто великолепен. Он не содержит латекса, как и оригинальный бьюти-блендер. Он супер мягкий, он великолепно растушевывает любые кремовые средства на лице. И стоит он, насколько я помню, то ли 250 рублей, то ли 300 рублей. Ну, прям совсем немного по сравнению как бы с оригинальным бьюти-блендером. Понятное дело, что можно найти спонжи и дешевле, но если вы хотите вот прям реально классный спонжик попробовать, то советую вам вот этот вот спонж от Шик. Купить его можно в официальном интернет-магазине. Наталья Шик это визажист, у нее своя линия есть, по-моему, и косметики, инструменты для макияжа, либо в Золотом Яблоке тоже он продается. Ну, наверное, в каких-то еще интернет-магазинах тоже его можно найти. Дальше Huda Beauty. У Huda Beauty есть знаменитые помады, знаменитейшие, знаменитейшие матовые помады, вот такие вот. Стоят они в России 1700 рублей, ну, примерно в Сифоре. Но, вы знаете, есть одно средство, которое не так давно вышло. Ой, и тут у меня румяна. Ну и ладно, так прям поверх и нанесем. Средство, которое вышло не так давно и которое снискало достаточно много разных отзывов, мне лично очень нравится это средство. Это Rouge Signature от L'Oréal Paris. Вот эта вот помада стоит где-то рублей, ну, 600-500. Можно найти, опять же, за разную цену ее. И это практически одно и то же. Затем лишь исключением, что она оставляет больше стойкого тинта на губах. То есть, когда вы ее смываете, она, в принципе, так и задумана, она у вас оставляет въевшийся тинт. Они по текстуре просто идентичны. Это очень-очень такой тонкий матовый какой-то флюид, который у вас потом застывает на губах и становится, ну, просто ровным матовым покрытием. Понятное дело, что здесь не совсем у меня идентичные цвета. Но, в принципе, вы можете найти такие типа как похожие или даже аналогичные цвета между Худой и между вот этой вот линейкой L'Oréal Signature. Я думаю, никого не удивит, если я вам скажу, что в рамках одной большой косметической компании, когда есть разные бренды в этой компании, очень часто средства, выпускающиеся под разными брендами, являются, по сути, одним и тем же. И, например, в компании L'Oréal такое достаточно часто происходит. Вы можете среди их туши такое заметить, когда как бы туши L'Oréal это то же самое, что туши Lancome, просто там другая упаковка. И щеточка часто другая. Ну, как бы это уже достаточно важно, когда у туши другая щеточка, это, в принципе, ну, изменяет ее свойства на ресницах, потому что щеточка очень важна. Но есть, например, случаи, когда разницы особо нет. Это, например, вот такой вот знаменитый консилер от Yves Saint Laurent, который, я думаю, известен всем, потому что это мега-бестселлер просто этого бренда. Он стоит, по-моему, то ли 2500 рублей, то ли даже 3000 рублей. Ну, то есть, он такой прям серьезно-серьезно дорогой. У L'Oréal Paris есть точно такой же консилер, который называется Perfect Match, который выпускается тоже уже 100 лет. И 100 лет я вам рассказываю, что это полный аналог Yves Saint Laurent. Это консилер, который подсвечивает кожу. То есть, это такой, типа, консилер-хайлайтер. Это очень здорово, потому что, когда вы подсвечиваете еще немножко за счет светоотражения вот эти вот синячки под глазами, их меньше заметно. Если вы мечтали-мечтали вот это попробовать, то учтите, что вот это, это, в принципе, то же самое. Поэтому не обязательно покупать Yves Saint Laurent, чтобы понять, что же это такое консилер-хайлайтер от одной большой компании L'Oréal. Еще L'Oréal выпустили тушь Paradise Ecstatic где-то, наверное, год назад. И эта тушь, на самом деле, была выпущена как аналог другой туши, которая называется Better Than Sex от Too Faced. Эта тушь, это просто чемпион по продажам в Америке. Там уже, бог знает, сколько лет она бьет все рекорды, потому что в Америке ее очень сильно любят. Чем она хороша? Тем, что это супер объемная тушь. Она прям наносит очень много, очень, очень, очень много продукта на ресницы. Ресницы получаются прям такими огромными. Но, к сожалению, для меня это не совсем подходит, потому что мои ресницы очень становятся тяжелыми из-за этого большого слоя туши и опускаются. Но если у вас свои ресницы натурально такие подвитые и хорошо вообще выглядят сами по себе, тогда эта тушь им придаст тот самый желанный объем, которого вы так хотите. Но вы можете не покупать эту Better Than Sex, которая стоит около 2000 рублей, наверное, сейчас в Сифоре. Вы можете купить Paradise Ecstatic от L'Oréal. Это тушь, которая, в принципе, обладает всеми теми же свойствами. Но, как я уже сказала, она была выпущена как именно, ну, такое тушь вдохновленная Better Than Sex. И у нее очень похожая щеточка, немножко поменьше. Она делает абсолютно все то же самое. Она точно такая же кремовая. Она вот именно представляет собой такой бюджетный аналог Better Than Sex. И стоит тоже рублей где-то 600-500. Ну, вот в этих вот пределах. У туши Paradise Ecstatic, кстати, еще достаточно приятный запах. А у Paradise Ecstatic цветных есть сейчас такая новая линейка с цветными тушами. Там вообще всякие интересные ароматы. Там коричневое пахнет сандаловым деревом. Там какая-то зеленая пахнет виноградными листьями. В общем, такая у них интересная там была задумка. Про вот эту парочку я уже несколько раз вам рассказывала. Это помады от L'Oréal. От каких L'Oréal? Вы знаете, постоянно это крутится на языке. Когда говоришь про L'Etoile, говоришь L'Oréal. Просто постоянно. Помады от L'Etoile, которые называются Rouge Desire. Это базовая линейка L'Etoile. Эти помады без скидок стоят в L'Etoile 600 рублей. Я вам крайне не советую их покупать за 600 рублей, потому что в L'Oréal просто постоянно бывают разные акции именно на их базовую косметику. И их можно купить за 200 рублей. Вот когда вы увидите за 200, вот тогда и покупайте. И эти помады, они просто являются абсолютно идентичными помадам от Chanel. Это Rouge Coco Shine и вот этой вот всей линейки сияющих помад. И, в принципе, мы даже с вами их уже тестировали. Они очень похожи, они сияют точно так же. Поэтому, если вы давным-давно мечтали о Rouge Coco Shine или какой-то такой сияющей помаде от Chanel, то не спешите ее покупать за 2 или 3 тысячи рублей. Ну, иногда она стоит 1600, тоже зависит от скидок. Купите за 200 рублей L'Etoile и будет вам счастье. Еще, ребят, хотела вам напомнить, что если вы не подписаны на мой канал, то это зря. Подпишитесь, пожалуйста, на него. И вот здесь вот кнопочка подписаться, на которую вы можете нажать и сразу же окажетесь подписанными. А быть подписанными это намного лучше, чем быть не подписанными. И также делитесь моими видео со своими друзьями. Например, вот это видео для многих ваших друзей, я думаю, будет полезно. И это лучшее, что вы можете сделать для того, чтобы поддержать вашего любимого блогера. Спасибо вам большое за это. Также не забывайте, что если вы хотите увидеть аналоги просто супер популярных сейчас палеток, это Modern Renaissance, Soft Glam, другие палетки от Anastasia Beverly Hills, палетки от Urban Decay, и также палетки от Huda Beauty, то у этих палеток замечательных есть аналоги от Revolution. Аналоги стоят не 3000, 4000, 5000 рублей, как вот эти перечисленные палетки. Они стоят по 500 рублей и там по 800 рублей примерно в зависимости от палеток. У меня было отдельное видео про аналоги люксовых палеток, где вы можете увидеть сравнение в свочах, кучу вот этих самых разных палеток и их супер бюджетных аналогов. Я оставлю ссылку на то видео в инфобоксе под этим. Там вы можете прям внимательно это все рассмотреть. Еще про палетки. Хотела вам рассказать про тени от L'Orient Paris, которые недавно вышли, которые называются Color Queen. В принципе, у меня даже было отдельное видео с тестированием этих теней. Это тени, которые по текстуре представляют что-то такое очень масляное, потому что они на 30% состоят из масла. Ну и как бы L'Orient это позиционировала как такую супер находку. На самом деле, когда я их тестировала достаточно продолжительное время, я поняла, что они практически идентичны теням от Charlotte Tilbury. Ну, конечно, здесь сложно говорить, что они прям полностью идентичны, потому что, понятное дело, есть разные там цвета и вот разное количество блесток и этого всего. Но сама формула как будто явно была вдохновлена супер популярными тенями от Charlotte. У меня есть вот такая вот палетка от Charlotte, которая в свое время мне доставила несколько неудобств, потому что я не совсем поняла, как этой текстурой пользоваться. Потом, когда я уже поняла вообще, как это все должно быть, я осознала, что вот L'Orient кем вдохновились. Вот, оказывается, где была собака зарыта. Это очень-очень кремовые такие масляные тени, которые вот так вот ложатся на коже. То есть, они, знаете, прям как такое, ну реально как масло просто. И тени от L'Orient делают все то же самое. Тени от Charlotte стоят 3300 примерно за маленькую палетку. Вот такая большая палетка стоит, по-моему, где-то 4500. А тени от L'Orient стоят по 400 рублей за однушку. И здесь, на самом деле, встает вопрос, насколько это все-таки именно бюджетная лалок, в том смысле, что в маленькой палетке от Charlotte 4 оттенка. И, соответственно, вам придется набрать 4 оттенка от L'Orient. Это уже получится 1600 рублей, если вы их купите по 400 рублей. А целая палетка стоит 3300. Все равно получается выгодно, все равно больше, чем в два раза дешевле. Получается купить тени от L'Orient. От L'Orient. Видите, вот-вот что такое-то вообще? Вот L'Orient, L'Orient, все они вечно в перемешку. Все равно, в общем, получается выгоднее. Еще одна вещь, это то, что я купила вообще по отзывам западных блогеров. И потом я была... ну, как бы мне он понравился, но я была немножко разочарована, потому что я поняла, что в нем нет ничего особенного. И что у меня все это время был аналог этого средства. Это кремовый консилер от Nars. Это вот такой вот консилер, который называется Soft Matte, по-моему. И он абсолютно матовый. У Nars есть такой сияющий консилер, который все прекрасно знают, который не особенно мне нравится. И есть вот такой вот матовый в шайбочке. Это хороший консилер. Это тоже из серии вот этих плотненьких таких консилеров, которые нужны для перекрытия там всяких прыщей, которые прям видно. И плюс к тому, вы его можете прям чудесно применять в качестве базы под тени. Он великолепно работает, но его, понятное дело, нужно еще закреплять сверху пудрой, чтобы на него тени не налипали. И оказывается, все это время замечательным аналогом был вот этот вот Catrice Camouflage Cream, который знают, наверное, все. Если вот этот вот стоит 1600 рублей-2000 рублей, то вот этот стоит, ну, примерно рублей 300, даже за 270 можно его найти. По действию они вообще ничем не отличаются, вообще ничем. Они имеют примерно одинаковую текстуру, они имеют одинаковую плотность, по ним, по обоим можно наносить тени, закрепив предварительно пудрой. И они одинаковые по стойкости, ну, короче, они вообще всем одинаковые, кроме баночки и кроме бренда, который на этой баночке написан. Поэтому я не вижу смысла покупать дороже Nars, если можно купить вот этот вот Catrice Camouflage Cream, если, конечно, вам нужен вот такой вот сильно плотный консилер. Еще классика, классика, это помады от Kylie, помады от Colourpop, но здесь, наверное, не нужно прям очень долго про это распространяться, потому что все прекрасно знают, и этому есть подтверждение в интернете. Владельцы завода Colourpop давным-давно подтвердили, что да, Kylie Cosmetics, как и Kim, кстати, косметика Kim KKW, они делаются на заводах Colourpop, и для Kylie просто они делают другие цвета. Плюс еще у Kylie, в отличие от базовых матовых помад Colourpop, у нее вот такой вот футлярчик, не затемненный, а матовый, чтобы, ну, было понятно, типа матовые помады. И плюс у нее еще добавлена отдушка, а так это абсолютно идентичные помады, ну, и цвет немножко другой. То есть представьте, что получается, что Kylie стоит 17 долларов, базовая помада от Colourpop стоит 7 долларов, и вот у вас получается 10 долларов разницы. 2 доллара стоит, ну, допустим, какой-то новый оттенок, 3 доллара стоит другая отдушка, еще там 1 доллар стоит новый футляр, и получается, сколько мы насчитали? 6 долларов. И, ну, и, в общем, 11 долларов это просто имя Kylie на упаковке этой помады. Вот и все. А так у них даже, у них даже абсолютно, ну, не то, что там текстура и формула, и все остальное идентично, потому что это не так понятно, за исключением отдушки, а у них даже спонжики абсолютно одинаковые. То есть это одна и та же помада, просто дороже, потому что это Kylie, потому что это Kylie. Еще хотела вам порекомендовать вместо Roller Lash туши от Benefit покупать вот такую вот тушь от Ariflame, которая называется 5 в 1, это их знаменитая тушь, я ее годами просто использую. И не то, чтобы это, как бы, знаете, такой полный аналог туши Roller Lash от Benefit, она намного лучше. У нее очень похожая щеточка, если вам понравилась, например, тушь Roller Lash, да что такое, Roller Lash, хочется сказать, просто какая-то картавость напала. Если вам когда-то понравилась вот эта тушь, вы ее купили за 1600 рублей, вам она понравилась, попробуйте в следующий раз купить за 500 рублей тушь от Ariflame, вам она понравится намного больше. Она великолепно разделяет ресницы, прокрашивает, подкручивает, делает просто все, что нужно с вашими ресницами, стоит 500 рублей. Ну, единственное неудобство с ней, это то, что ее придется заказывать через сайт Ariflame, либо у представителя Ariflame, ну, как бы, тогда как вот эту тушь можно просто пойти в магазин и спокойно купить. Ну, в общем, знаете, вот эта тушь супер классная и намного дешевле. Ну и закончим мы сегодня. А, две вещи. Во-первых, это Estee Lauder Advanced Night Repair и сыворотка от Миши, которая тоже называется Night Repair Time Revolution. В свое время вот эта сыворотка была выпущена как полный аналог вот этой сыворотки, но время не стоит на месте, и у Advanced Night Repair они постоянно меняют формулу. Кстати говоря, эта сыворотка в первый раз вышла еще, по-моему, в 85-м году, и с тех пор они постоянно дорабатывают формулу. Так и Миша постоянно дорабатывает формулу своих сывороток, выпускают разные варианты, но, по сути, это как бы одно и то же. И вот эта стоит 1200 рублей, по-моему, за 50 миллилитров, ну, можно подороже купить. А вот эта стоит за 50 миллилитров от 8 тысяч рублей. То есть, представляете, какая гигантская разница. Ну и самое последнее, это тинты. И тут нас ждет вообще просто шок. Просто шок, потому что здесь тоже очень большая разница в цене. Тинт от Benefit. На самом деле, у меня нет сейчас оригинального тинта, который называется Bene Tint, который именно имеет красный оттенок. Он стоит 2500 рублей. Он очень красивый. В нем есть один минус, это то, что он сушит губы. Он предназначен для того, чтобы подкрашивать губы, подкрашивать щечки. Ну, все, что вам там надо подкрашивать, это именно такое стойкое-стойкое средство, которое дает въевшийся цвет на вашей коже. И есть аналог от марки Reluette. Белорусская косметика стоит 250, наверное, рублей. Где-то он стоит. И это то же самое. Абсолютно то же самое. Абсолютно так же он выглядит. Так же он держится. Зато лишь разницей, что он не так сильно сушит губы, как оригинальный Bene Tint. Он выпускается, по-моему, в трех оттенках. Есть розовый, есть вот такой красный и есть еще темненький. Ну, вот Go Go Tint, он более розовый. Я думаю, что он больше соответствует, конечно, розовому оттенку. Ну и, в общем-то, вот. Вот так вот они выглядят. Текстура у них очень похожая. Прям очень похожая. И действует точно так же. Стоит, получается, почти в 10 раз дешевле. На этом я заканчиваю сегодняшнее видео. Я надеюсь, что оно было для вас в первую очередь полезным и интересным, конечно, тоже. И, пожалуйста, напишите мне в комментариях, какие аналоги разных люксовых средств знаете вы, чем вы сами пользуетесь, и что вы можете нам всем посоветовать. А, может быть, что-то вы пробовали из всего этого, и можете поделиться своим мнением. Спасибо вам большое за просмотр. Я вам желаю великолепного просто дня, чтобы у вас было чудесное настроение, и чтобы у вас всегда водились деньги. Чтобы, знаете, чтобы у вас просто они были, и было их столько, сколько вам нужно для счастливой жизни, для того, чтобы чувствовать себя великолепно. Спасибо, и до скорых встреч на моем канале. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!